Мы пришли, когда 4 года назад, говорим, вот у нас есть задумка вот такого большого культурологического проекта, мы его действительно, все почему-то считаете, все пишут, что мы снимаем фильм по роману Алексея Иванова. Нет, это роман Алексея Иванова, написан по сценарию того. Я в 14-м году, в декабре, когда евро был 100, заказал ему сериал. 8 серий, заплатил ему денег, и он сел писать сценарий. Сначала появился сценарий, я его принес на Первый канал. Первый канал прочитал и говорит, замечательный план романа, ждем сценарий. Алексей не до конца понимает кинематографических каких-то вот, так скажем, фишек, интересов. Есть такие, как кинообманки, экшен, какие-то любовные сцены больше, нужно паузы, какие-то вот красивости и так далее. Тексты великолепные, проработка Алексея отличная сделана. Но техническое задание мы давали на этот фильм, и мы говорили, что мы хотим в этом видеть фильме, что мы это делаем. Поэтому сначала появился сценарий телесериала, 8 серий. Но Алексей с привычной ему эпичностью написал нам не 8 серий, а 12. Мы его попросили сократить, что у нас нет заказа на 12 серий денег. На 8. Вы понимаете, что сократить 4 серии, это практически 200 минут, это 3 часа надо сократить. Она просто так вот автоматически не сокращается. Поэтому нам какие-то линии. Там была, если вы помните, роман дочитал, там линия путешествия, или это было второй части, Ремезова за Кольчугой. Там вообще в романе две Кольчуги. Одна у Хантов, другая еще там. Мы линию Кольчуги немножко Ермака отодвинули, потому что это отдельный фильм. Отдельный. Гениальная линия. Там Вербрюдица белая через 50 лет пришла, где она лежит, вспомнила это. Тоже очень интересно, сказочно. Но это как бы другая история. Мы говорим, давай вот это уберем, вот это оставим. Для кино давай все-таки сделаем истерн. Когда возникла, и мы отдельно заказали сценарий полного метра и оплатили. Поэтому мы не понимаем претензий Алексея. Ни в одном фильме нет, чтобы он был снят от корки до корки, как написал его сценарист. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова